Я раз под бомбёжку попал, это было в Белоруссии, в деревне мы находились, Любавичи, я сейчас Аис там жил, в этой деревне, и мы делали землянку. А в деревне там, наверное, церковь тоже была, посадки какие-то, берёзы. Вот сапёры их обрезали, срезали, а ветки обрубили эти, взяли, а ветки оставались. Вот мы эти ветки таскали, покрывать эту землянку свою. И вот я, ребята как-то сказали, я пошёл, ехал, какой-то солдат на лошади потихонечку, я шёл оттуда, обглянулся он, лошадь так бьёт, бьёт, чтобы вказать. А наверху обглянулся надо мной, это тоже эти бомбы самолёты, сбросил один этот самолёт. Вот-вот лежал, а они не прямо лежали, а как-то наискосок за самолётом этого, но метр в подвесе, наверное, вот. Вот три дня три вообще ничего не слышал, а потом встал вот на РСБ, плохо со слухом, что-то встал, вот этот меня вот на маленькую радиостанцию перевели. То есть это получается, вы там слух потеряли, да? Ну, слух нет, потом он слух в этот, эту штуку. Рассказывал, что это вот, когда мы взяли эту высоту, 10-44-3, Смоленск освободили, наступление быстро шло, энтузиазм много было, но у нас большая нагрузка была на рации, потому что эти никак не успевали, кровочники-то это всё через радиостанцию, но мы справились. Вот дошли до Орши, думали, пойдём в Варшаву, и дальше нас заменили на польскую авиацию. Нас опять туда, в Псковскую область, на место. Никто там не выдерживал вода, трехети, грязь, болота, трясины. Товарищи, мы в Хите вместе учились, потом нас сортировали вот это, на две группы, опять мы вместе получились. Из этой, в Москву пришли, приехали тоже вместе, в Свердловск приехали вместе. Вот я вам не рассказал, там два этих батальона формировались, и две радиороты. Вот пришли, там делили, делили эти, спорили командиры роты, наверное, долго, а потом построили. Нас в один ряд, на первый, второй рассчитались, ряды сдвули, получилось две этих шеренги. И один этот там, старший лейтенант, они обои были, наш, старший лейтенант Алексейский, говорит, вот я сейчас, говорит, метнул пятачок, если орел, то моя вот правая, а если вот, ну, метнул ему этот. Вот, и мы опять с этим, Филипп его называли, вместе с Та, и это получилось. Ну и после войны как-то списывались, а потом потерялись, 30 лет, наверное, 30-е годовщина была, а я в Забайкальской рабочей написал, чтобы поздравили этот фильм. А мне сказали, что он, оттуда пришло, что он находится вот в Алма-Ате, вот. И мы сошлись. Вон он в 86-м году, он умер. А у меня жена умерла в 91-м году. А его жена не выходила, а потом вот мы женились, и вот она в марте месяце умерла.